Это программа «Есть такая профессия» Меня зовут Евгений Кац Здравствуйте! Кино в массы, деньги в кассы Крылатая фраза одного из советских кинофильмов Яркое свидетельство тому, что для советского гражданина самое массовое и доступное из искусств было кино Но реалии сегодняшнего дня таковы, что если вы действительно хотите хлеба и зрелищ вы можете посетить арестоклубы Или можете опять же сходить в кино и на фильм, к примеру, Ида Павла Павликовского взять ведро попкорна Вряд ли кто вас осудит, но и понять это сложно Сегодня мы много будем говорить об искусстве Ведь герой программы – художественный руководитель А место его работы – Бурятская государственная филармония Доброе утро! Доброе утро! Первый раз снимаю передачу и встречаюсь с Ниной на рабочем месте Что мы сегодня здесь делаем? Мы сейчас встречаем Юрия Абрамовича Башмета и оркестр-солисты Москвы Я так понимаю, что сегодня будет какое-то шоу, программа вечером? Ну, шоу не будет, но будет прекрасный вечер Сегодня открытие фестиваля пицциката Фестиваль камерной музыки уже третий год подряд И открываем таким замечательным концертом Просто очень волнуемся Я думаю, что все будет хорошо Хочется заметить, что сегодня суббота И в этот субботний день Утром рано человек не в постели А у него продолжается удовольствие недели Да, у меня вообще нет выходных практически Потому что, когда все люди отдыхают, мы работаем Когда все работают, мы не отдыхаем Мы работаем вдвойне Он уже поезд идет, нам надо седьмой вагон найти Наталья Уланова родилась в Улан-Удэ Окончила среднеобщеобразовательную школу номер 42 Является выпускницей Омского государственного университета имени Достоевского Специальность – филолог-журналист В 2000 году, переехав в Москву, работала журналистом программ телекомпании «Вид» Создатель и куратор фестиваля «Голос кочевников» С 2013 и по настоящее время работает художественным руководителем Бурятской государственной филармонии Вы спали хоть в поезде? Почти нет Я в итоге с цветами оказалась Ну все устроено Да, все, слава богу, устроили Всех переговорили Все будет хорошо Без 5-3 я должна их встретить здесь И они поедут в зал, да, смотреть? И они поедут сюда, придут на пресс-конференцию и встречу с оркестром Их особенно интересует именно наша молодежная камера Оркестр в Бурятии Сказали, нас интересуют только дети Ну, СМИ, конечно, тоже хорошо, но дети – это самое главное Ну, они, то есть, хотят посмотреть, а показывать они… Да И мы их познакомим с нашими детьми Нет, нет Вот так Давай Слушай, двери нас тяжелые Ключи возьму Ключики, пожалуйста Вот так я каждое утро без 15-9 прихожу Мне дают ключики И я иду до работы И каждый рабочий день начинается с телефонных звонков Ну, да, с телефона… Нет, он начинается скорее с интернета С интернета, фейсбук, сайты, почта… То есть, новости… 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 Они, конечно, это… Потому что я не закрыла… А, я не закрыла дверь… Так… Заходите… Проходите… Вот тут мы живем, можно сказать… Каждый день… Воду мы нальем… Потом… Это же кто оформил кабинет? Я… Когда я сюда пришла, кабинет был… Немножко выглядел по-другому… Здесь были розовые обои… А я… Не люблю розовый цвет… Ну, и вообще, это же памятник архитектуры… Здесь такие высокие потолки… Все восхищаются этим… И… Мне захотелось… И тут темно… И захотелось, чтобы был белый свет… Белые стены… Ну, а когда были белые стены, все равно такая совсем простота… А поскольку я люблю фотографию… Сама снимаю… Я, конечно же, решила оформить… Это как хобби… Фотография… Ну, наверное, да… Какое-то время я начала заниматься этим профессионально… В фотостудии у меня была… И я стала снимать… Но потом… Это тоже было так… Я поняла, что я не могу снимать всех подряд на потоке… Потому что приходят иногда девушки или… Женщины, которые говорят… А вот мне нужен такой-то фото… Ну, то есть они навязывают тебе… Своё видение… Свой вкус… А ты видишь, что… Тебе это не интересно… Ты ничего не сможешь… То есть я даже фотографию… Был свой жанр… Да, вот, например, вот у меня есть фотография, которая осталась… Ей уже, наверное, лет, наверное… Я не знаю… Десять… Может, семь… Это Елена Демидова… На площади… На ФВЗ есть фотосессию… Мы делали… Одна из моих первых фотосессий… Она художник по костюмам… В театре «Пластики, пантомимы, азарт» здесь работал… Сейчас в Москве художник… По костюмам театральным… Ну и вот, на память у меня осталась… Вот она у меня тут стоит… То есть я к тому хотел сказать, что… Непоточная вещь была… Не просто я пришёл, встал и сфотографируйте меня… Именно что ты хотела делать… Картины… Да… Меня… Меня вот даже… Вот сейчас… Действительно вдохновляют лица какие-то… Я не люблю правильные лица… Ну, то есть такие скучные… А некоторые могут сказать, что человек там некрасивый… А мне кажется, что его лицо очень интересно… И вдохновляет меня… У меня вот тут… Допустим, где-то был этот… Ой… Ой… Теодор упал… Теодор Курин здесь меня вдохновляет… Обожаю его… Это… Ну, тут у меня много фотографий, конечно, разных… А вот эти вот картины, которые здесь… Ага… Это фотография… Это я решила окружить себя людьми, которых я люблю… И мне они интересны… Это вот Майлз Дэвис… Затем Теодор Курин здесь… Дирижер солист группы Депеш Мод… Здесь Марлин Дитрих, Анна Павлова… И вот это кадр из одного фотографа, которого тоже я ценю… Это Клавиха Телепнев… Который снимает в стиле ретро-фотографии… И Коко Шанель… С этой стороны… А здесь Теодор Курензис… Стравинский… Игорь Стравинский… Знаменитый… Наш русский композитор… И Мадонна… Ну, то есть такая вот… Ну, как и… Да… Как и все то, что ты делаешь… Потому что, действительно, я люблю очень разные направления… И как-то нет такого, чтобы взять ее на чем-то одном… Зациклиться… И все… То есть ты подбирала фотографии… Не фотографии, а просто вот эта фотография… Ты пожелала, чтобы она висела у тебя на стене… Да… Да… Люди очень находятся сейчас… Ну, на мой взгляд… В какой-то такой… Медиаблокаде… То есть… Публику обложили со всех сторон… Телевидение и радиостанции… Которые… Одно и то же показывают… Музыку, скажем… Одного направления… Как правило, это поп… Музыка… Не всегда, возможно, плохая… Но… Это все равно, что… Посадить публику на… На… На одну и ту же пищу… Вот давать ей каждый день… Одно и то же… Одно и то же… Есть… 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 Она привыкает к этой пище… Вот… Все равно, что давать ей картошку… И чай… И… Она уже не понимает… Что существует… Что-то другое… И вдруг ей… Преподносят… Икру… Какую-нибудь там… Средиземноморской рыбы… И… Естественно… Они не понимают вообще… Съедобно это… Несъедобно… Можно это есть… Нельзя это есть… Может я отравлюсь… Да… Может это невкусно… И… То же самое и с музыкой… Да… Вот мы… Слушают они… То, что происходит на телевидении… И на радиостанциях… Местных… Эмдиотечественных… Которые здесь работают… Функционируют… В Бурятии… И тут вдруг… Появляется… Суквадро итальяны… Которые… Ансамбль из Италии… Которые играют музыку… С 17 века… Итальянскую… И еще исполняет… Контртенор… Конечно… Как… Как им объяснить… Что, ребята, это вкусно… Попробовать только надо… Нет… Я про то и говорю… Что наверняка придут… И будет полный зал филармонии… И любой другой площадки в городе… Но только важно ли сегодня… Понимать… Что ты смотришь… Что ты слушаешь… Мы с тобой как-то затронули эту тему… Когда разговаривали… Что люди приходят… Они приходят… Потому что это модно… Я пришел… Я посмотрел… Концерт Казарновской… Я не понимаю… Кто такая Казарновская… Я не знаю про нее… Я смотрю… Передачу точь-в-точь… Условно сказать… Там я ее увидел… Как же я не приду посмотреть… И еще и сфотографироваться с ним… Я про это говорю… Нужно ли… Понимать… Что ты слушаешь… Что ты смотришь… Я не говорю про то… Что знать… Я… Отдаюсь отчет… Что люди могут не знать… Половина из того репертуара… Не слушать эту музыку… Когда-то… И не знать… Что есть такие музыканты… Певцы конкретные… Которые приезжают сюда… С концертами… Но они должны понимать эту музыку… Или они должны просто посмотреть… Я придержусь… Я уверена… Что… Понимать… Конечно… Хорошо… Но не обязательно… Главное… Желать… Услышать что-то новое… Наш разговор… Периодически обрывался… Телефонными звонками… Или коллегами… Которые просили… Решить те или иные вопросы… Удивляться тут нечему… Все это рабочие моменты… Да и день сегодня непростой… Филармония проводит два мероприятия… Но обо всем по порядку… А пока… Пока нужно решить пару рабочих вопросов… И подготовиться к вечерней премьере… Привет… Жанна Анатольевна… Там близкая конференция… Надо все подготовить… Как следует… У нас будет все готово… Один стол стоял… Я сказала два поставки… Потому что мы все за один не войдем… Сейчас мы пойдем в салон красоты… Да… Один и тот же… Салон красоты… Постоянно приходится посещать… Ну вот… Если что-то делать с волосами… То это… Близлежащие… Потому что… Ну… Я в разные хожу… Что… Куда успеваю записаться… Потому что нужно же… Как правило… Заранее все… А об этом я вспоминаю в последний момент… И звоню… В общем… Где готовы меня принять… Туда иду… А завтрак… Завтрак состоит из кофе… Чай… С конфеткой… И этого хватает… Ну… Этого не хватает… Меня ругает моя мама… Что нужно обязательно утром есть кашу… А… Мне утром ничего есть не хочется… Зато потом обед… Зато потом обед… Да… Вот обед… Как правило… Это бизнес-ланч… Это с кем-то… Я вообще не люблю есть одна… Я вообще не… Я не могу есть одна… Если мне не с кем поесть… Я нигде вообще… Да… Ну… И так… Засидишь… Вот… Мне… Мне хочется есть… И общаться с кем-то… Решать какие-то вопросы… Или просто интересно… Или соскучишься по кому-нибудь… Звонишь… Говоришь… Пойдем пообедаем… Ну давно не видел… С друзьями же вообще не вижусь… Практически… Домашние праздники – это, конечно, Дни рождения родственников… Ну это мамы… Мама, мужа, дочки… Да… И мой… Ненавижу свой день рождения… Почему? Ну не знаю… Не люблю… Как-то… Это мне говорит о том, что жизнь наша быстротечна… Я и так каждый день это ощущаю… Потому что только просыпаешься уже вечер… Понедельник, уже воскресенье… Вроде только был голос кочевников… Лето… Уже опять лето… Голос кочевников… И… Голос кочевников… И ты понимаешь, что очень быстро идет время… И ты не можешь его остановить… И… Начинаешь думать… Господи… Что… Что ты сделал… И вообще… Правильно ли ты что-то делаешь… И что будет дальше… А чем занимается дочь… 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 Учится в школе… Ей 11 лет… Она… Пиани… Учится на фортепиано… Уже 5 лет… Это потому что мама с папой… Нет… Ей просто так… Не нравится… Ну… Она посетила концерт… Молодежная камера на Оркестр Бурятии… Так… Вдохновилась… Что теперь требует… У меня… Купить ей скрипку… И чтобы Владимир Ткаченко дирижер с ней занимался… Володя показал ей скрипку… Как это все устроено… Насколько это трудно… И там даже ладов нет… Она на гитаре уже… Тоже осваивает… И… Но это ей не отбило желание… Она все равно хочет… Она посещает все концерты? Нет… Не все… Но сегодня придет… Выборочно… Выборочно… Потому что у нее плотный график с учебой… Сейчас же дети очень загружены… И у нее до семи бывает вечера учеба… И просто… Бывают у вас семейные выезды куда-то? Нет… Сам концерт – это конечно же только верхушка айсберга… И еще много других организационных мероприятий… Это и завтрак… Обед-ужин… Который надо подготовить для приезжей звезды… А также поездка в Датсан… Ну и пресс-конференция для средств массовой информации… Собственно, как и было запланировано… Перед пресс-конференцией Юрию Башмету показали… Молодежный камерный оркестр Бурятии… Было видно, что художественный руководитель филармонии волнуется… Может даже больше, чем сами ребята… Но это и не удивительно… Оркестр для филармонии не просто трудовая единица… А намного больше… Так что, друзья… Если увидите на афишах информацию о выступлении молодежного камерного оркестра Бурятии… Советую сходить… Ребята действительно играют хорошо… Да что мне… Башмету понравились… Я так счастлива, что оркестр так классно сыграл… Я просто счастлива… Собственно, ради этого… Я хотел, чтобы он их увидел… Увидел Вову Ткаченко… Он же такой вообще шикарный альтист… И дирижер… И Башмету он понравился… Джентльмен… Ольга Геннадьевна… А где мне положить это все? Пойдемте… Так, вот сюда вот выходите вниз… Пускайтесь… Мне обещали позвонить… Когда они выйдут… Башмет, когда поедет… Он мне позвонит… А… И чтобы мы их… Вы встретили… Да… Ага… Ребята… А где у нас подставка для дирижера? Вы куда ее? Я сейчас соберем… Почему вы сейчас ее соберете? Почему вчера-то вы ее не собрали? Да… Быстро надо собирать ее… Делать… Сейчас он уже приедет… И это… И надо ее… Где она эта подставка? 150 раз говорили, что вчера собираем… Этот… Где мне этот… Мордвин… Слушайте, я сейчас буду это… Ругаться… Сейчас они… Он приедет… Уже приехал… Они будут ее крутить… Не, ну это… Рабочие вопросы… Без этого никак… Вот я хочу посмотреть, Чтобы решить на весь или не на весь… Ну вот такого размера картинка была… Маленькая… Такая… На весь экран… На весь экран… На весь экран… Да… Мунко… Мунко… Снимай проектор… Тащи его сюда… Проектор снимаем… Не, ну вы… Вообще можно… Ну конечно такой здоровый экран… И такая маленькая картинка… Это же не может быть так… Ага… Я не могу… Мне иногда это… Хочется так… Сказать… Я не могу из-за вас… Ну почему… Не надо сдерживать… Не надо сдерживать… Ну потому что говоришь… Когда сто раз… Одну и то же… А потом выясняется… Что это… Да… На месте он… Вот опять… Хочу сказать… Выставляют… Подзвучку… Уже… Уже выставляют? Да… Они… Свисовые микрофоны что-ли будут? Они… Видите куда… А тресок… А… А… Этот звук Р4 где… А… Как он выглядит… Вон… Гоша… А… Понятно… Ну все вопросы решены… Юрий Абрамович начал репетицию… Можно было бы и присесть… Так сказать… Привести дух… Но не в этот раз… Едем дальше… Наташа… Сегодня два мероприятия… Угу… Сегодня… Как ты уже сказала… Сейчас по телефону… Как на британский флаг… Уже… Уже разрываешься… Не ну… Не так чтобы очень… Но сегодня здесь еще вот… Концерт американского… Джазового коллектива… И… Обладателя гремми… Звезды мирового джаза… Билла Эванса… Это тоже работа филармонии… Это тоже работа филармонии… И вот мы работаем… Как вы видите… На разных площадках… Не только на своей сцене… Но и в русском театре… И вот еще и в клубе Лондон… Сейчас там должен идти саундчек… Хочу посмотреть… Как это все происходит… Идем смотрим… Hello… This is artistic director of our philharmonie… Nice to meet you… Nice to meet you… I'm very glad to see you here… It's a pleasure to be here… It's an interesting stage… Kind of high up… It's gonna be fun… Do you like it? Yeah… It's gonna be fun… We always love to play… Everything's okay? Everything's great… Great? Great… Of course… I want to add… It's gonna be fun… I want to add… It's gonna be fun… I want to add… It's gonna be fun… It's gonna be fun… This will be fun… It's gonna be fun… Так вот, пожалуйста, камерный ансамбль солисты Москвы, маэстро Юрий Башмет. КОНЕЦ Я бы мог спросить, доволен ли маэстро, но сегодня передача маэстро, передача о художественном руководителе филармонии. Целым. Доволен ли? Худрук филармонии сегодняшним днем? День вроде еще не закончился, еще впереди целое действие, но я думаю, что будет все прекрасно. Я, конечно, довольна, я довольна, что публика счастлива, но мне очень бы хотелось, чтобы вот такие аншлаги, они были не только на звездных именах, потому что впереди у нас еще шесть концертов и не менее интересных, не менее талантливых артистов впереди, да. И мне хочется, чтобы сейчас после Башмета люди просто бежали к нам в кассу, покупали билеты и заполняли наш зал, потому что, ну, поверьте, нам есть что показать, есть что дать послушать, и концертный зал филармонии – это самая лучшая акустика в городе. И то, что можно там услышать, это сегодня, ну, наверное, лучшее, что есть в этом городе. Я, по крайней мере, в области концертной жизни. И я это говорю без ложной доли скромности, потому что это так. Я за это отвечаю. Я думаю, что именно так и случится, потому что посол телезрителями получен, и я думаю, что все концерты будущие, которые предстоят, будут также проходить аншлагом. Спасибо огромное за сегодняшний день. Было очень приятно, очень интересно. Но я не скажу познавательно, потому что я многое знал. Познавательно это будет для наших зрителей. До скорых встреч. Спасибо вам большое. Счастливо и удачи. Счастливой удачи. Исследователь культуры, профессор Гронингенского-Лейденского университетов Йохан Хейсинга как-то заметил, что искусство, более чем наука, подвержено механичности и моде. Доказательством тому Бурятская государственная филармония. Это плаворама «Есть такая профессия». Меня зовут Евгений Кац. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова